Это видео не для детей, не для детей. Если вы родитель, во-первых, сожалею, во-вторых, не ставьте данное видео для детей. Оно не для детей. Всё, я дал вам время, теперь смотрим. Ну, йоу-йоу, приветствую. Блядь, проси, уже на блютусе микрофон уже есть. А у вас когда-нибудь бывало такое, что, типа, идёте, бывало? И падаете на кожуре банана. Иду как-то, иду как-то, иду как-то встретиться с папой, и он говорит, ты в курсе, что ты моя сперма? Ну что, друзья, и вот и начинаем. Погнали! Стоп, давай начнём сначала. Я прекрасно понимаю, если в комментариях я буду видеть, явился, не запылился, исчез, трахнул и бросил, верни деньги за ребёнка. Долго не выходили такого рода видосы, я их называл chapters, глава моей жизни. Но увлёкся немного музыкой. Достиг успеха, можете сами посмотреть. Там по максимуму 100 прослушиваний есть на альбоме целом. А сейчас, поскольку, нет, заблокирован, и у меня отвратительно работает VPN, и я, ну, сами понимаете, не готов платить за него, нахуй, оно мне надо. Но мне кажется, это тот самый период, когда я могу, наконец-то, снимать на камеру. Меня зовут Артём Андреевич. И ПОГИНАЛИ! С этого места начинался первый шаптор. Вы не подскажете, как вы относитесь к музыке? Спасибо. Вот он. Здрасте. Как по-взрослому. А можешь сразу анал показать, чтобы просто... Ну, не, не. ...хоть какой-то был оптимизм в этом видео. Да, так это ещё хуже будет, если... Геморрой. Ну, не, у меня всё-таки не 48. Ну, у меня геморроз. Да? Ну, у меня что-то там черствует. Есть номер хорошего врача, если надо. Сними лучше какой дождик. Да там не видно. Ну, давай налево. Давай. Раз это аргумент. Друзья, мы в лесу. Рады приветствовать со мной, наконец-то, мой друг. Дима. А, и сегодня мы покажем вам мох на дереве. Пойдём за мной, Дим. Идёшь? Да. Ты идёшь? Да, я иду. Да, я иду, Тём. А, смотрите. А, вот этот мох, видите, да? То есть, если мы, например, пробуем... Понюхай. Чуешь. Чуешь? Симулю. Ну, давай. А ты? Нюхуешь. Она сухая. Сухая? Сухая? Мокрая же. Сам по себе мох представляет некий наросток грибковый. Не, это мох. Забили туда мха. Сейчас докурим и попробуем найти носорогов. Смотрите, что, во-первых, ещё поменялось. Димаса появился вот такой коптер топовый. У тебя, Димас, можешь мне поснимать чуть-чуть? Прямо вокруг можешь вам облететь. Сейчас, сейчас. Снимает же? Да, да. Да, я посмотрю, как вышло. Сейчас, если что, побегу вот туда. А что, если бы у меня не было дрона? Было бы подозрительно, да? Беляк, походу, меня увидел, возвращаюсь на базу. Что ты можешь сказать? Может, тебя снять, а не меня? Можешь меня просто, да, поснимать, кстати. У меня чуть не очень. Ну ладно. Бля, нам нужно попасть до машины. Мы должны. Мы в пуплыйдём. Чтобы успеть! Ай-ай-ай, по лицу, поё... Ау! Ау! Аккумуляторы, один микрофон. Можно было бы спиздить, но надо залог, бля. Впереди карета скорой помощи. Мы там сидят, овощи. Сейчас сдам быстренько объектоз. Проеду на зелёный. Как ни крутос. Оп. Двигаемся. Эрика. Вспомнил её имя. Вот сейчас истерика. Не могу попасть. Это очень хуёво. Вдруг там двойная сполоса. Тогда придётся сдать мне свои права. На год. А может быть и на полтора. Если будет лишение, я пересмотрю это видео и буду ржать. Пришли мы снова играть в пинг-понг, только без ракеток и с большим шариком. Называется это баскетбол. Оооо! Я рассчитывал на прогноз погоды. Выжаясь в два часа, осадков не ожидает. Блин, ну здесь да, солнечно у вас, ребят, почти Калифорния. Я помню, как раньше ты брал эти турники в свои руки и... Вертел их вокруг себя. И покрыл вокруг... Си... 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 Это песенка, главное, написано для твоей тачки. Это песенка, главное, написано для твоей тачки. Давайте рукой. Это было мотивирование. А дайте друг другу пять. Ээээ, пять-шесть, стоп. Да даже семь. Дубль два, сцена один, начали. А давай телефончик. Да хуй тебе! Да я хочу куетку снять. Затрахало, жарко. Блин, ну чё он... Остановились, чтобы он достал камеру. Ой, уже со зрителем общается. Мы остановились. До этого она вас ненавидела. Чтобы... В смысле платный участок. Вот, 500 рублей, я сказала, приготовьтесь. Ну что, вот такое вот мясо я сделал. Потому что женщина и мясо, это две параллельные вселенные. Я бы очень не хотел, чтобы женщина... Еле-еле разжег костер, и потом мясо сипе я жарила. Я бы очень не хотел, чтобы моего мяса касалось женщину. Сами понимаете, почему. Я считаю, чтобы мясо и женщины были в двух разных комнатах. Если вы понимаете, о чём я. Это, во-первых, курица? Да и всё, ёпта. Курица. 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 Продолжение следует...